Александр, две коротких, ну две стандартных тренировки перед турниром. Достаточно ли этого, чтобы как-то собрать всех, подвести к единому знаменателю? Я надеюсь, что достаточно, потому что мы прошлись по всем компонентам и оборону, и атаку, и построение обороны в средней зоне. Уже матч со шведами, первый, стартовый, важный, как и все матчи сборной. Чего ждете? Как думаете, какая это будет игра? Ну, мы не отходим от нашей философии, будет современный агрессивный хоккей. Поэтому ждем хорошей игры. Здорово. Слышали о том, что на матче сборной практически все билеты уже проданы, и какие это эмоции вызывает? Ну, снова играть с болельщиками? Конечно, без болельщиков это не хоккей. Поэтому очень рады, что хоть 25% будет на хоккее. Нам нужна будет поддержка. Матч за сборную, в свитере, с капитанской нашивкой. Какие эмоции? Положительные, да. Очень рад этому. И домашний этап евро-тура, да. Я думаю, что очень много людей хотело приехать сюда. Я очень рад, что меня позвали, да, и будут стараться сыграть очень здорово. Задачи одни и те же. Задача побеждать и выкладываться по полной. Раньше не доводилось работать с Валерием Брагиным, но про него в хоккейном сообществе ходят буквально легенды. Какие эмоции от работы с тренером? Профессиональный, да. Человек много времени уделяет нюансам. А так, молодец. Пока сейчас будут игры, посмотрим. Пока все нравится. На турнире команды живут в пузыре. Как это выглядит и как вы себя чувствуете в таком режиме? Пока нормально, в принципе, да. У нас много собраний показывают, как надо играть, какие-то компоненты улучшать. А так, нормально, ничего. Тут, в принципе, небольшой такой короткий промежуток времени. На неделю собирают, на за неделю три игры. Так что гулять особо некогда, да. Надо восстанавливаться, отдыхать, готовиться, разговаривать, да, там, в пятерках, в тройках. И я думаю, что все нормально. Пока никаких вообще проблем нет в этом плане, что не погулять, там еще что-то. Скажите про партнеров. Как быстро нашли взаимодействие? Тут, в принципе, все профессионалы, да, и с кем тебя поставили. Ты пытаешься найти лучшее качество, да, чем людей. В принципе, мы играем, да, с Вовой, Ткачом и с Чиби. Договорились, как играть будем. И посмотрим, как у нас на игре получится. На тренировках все здорово. Чиби здоровый, закрывает пятак, да, как бы. Вова мастер. С ним приятно, да, тоже там попасоваться, что-то поделать. Ну, главный результат, так что, будем готовиться. Завтра дебют национальной сборной. Какие эмоции? Да, в принципе, что в олимпийской сборной, что в национальной сборной. Когда тебя вызывают, в принципе, сборную, это тебе доверяют. И это приносит очень радостные эмоции и впечатления. Я очень рад, что позвали. И то, что мне это удастся сыграть первый раз в национальную сборную. Две тренировки удалось уже провести. Оба раза, если правильно я увидел, работали в звене с Ткачевым и с Шипачевым. Какое взаимопонимание уже удалось ли все там настроить, договориться? Ну, по максимуму мы пытаемся обговорить каждый момент. Пытаемся высказать свое какое-то мнение по поводу хоккея, по поводу действий. И чтобы понять и наладить свою химию в звене. Я думаю, что у нас все получится. Причем на тренировках гораздо неплохо получается. Еще нужно чем-то поработать. И я думаю, все будет хорошо. В матчах за клуб набрали сумасшедший ход. Дубли там просто пачками. Надо завтра в дебютном матче за сборную тоже забить? Забить всегда хочется. Не только в клубе, но и за сборную. Это вообще очень будет приятно. Поэтому постараемся все для этого сделать. Над этим работаем. Стадион можно заполнить только на четверть. Но вся эта четверть будет заполнена полностью. Какие от этого эмоции? От хоккея с болельщиками наконец-то? Я думаю, что болельщики нас поддержат. И они тоже давно соскучились не только по хоккейу, а по хоккейу именно национальной сборной. Потому что такой турнир раз в год проходит в России. Я думаю, они будут также болеть, переживать, поддерживать нас.